Здравствуйте, добрый день. Я приветствую всех гостей этой конференции. Рада познакомиться с коллегами, с новыми. Рада увидеться с теми, кого много лет не видела, несколько лет не видела, коллегами из Центральной Азии. Добро пожаловать. Моя тема, моя сессия называется именно деколонизация языка, именно развитие казахского языка, как часть, наверное, деколонизации, которая идет у нас процесс последние много лет, но он идет с таким переменным успехом, потому что в контексте казахского языка есть проблемы как внешние, так и внутренние. То есть очень много проблем среди самих носителей, которые возникли тоже под влиянием русского языка и само влияние русского языка именно в обществе, когда он идет, то есть говорить на русском или на казахском, кто должен говорить на русском, кто должен говорить на казахском, вообще должны ли все говорить на казахском, насколько это нужно, кому это нужно и кто кому обязан. Вот этот вот особенный вопрос, кто кому обязан, кто кому что должен именно в плане казахского языка. Кликер где? Или кто-то? Кстати, прошу прощения, можно вас перебить на одну секунду? Эта сессия и эта дискуссия будет уже без правила Chatham House, поэтому можете спокойно снимать, активно выкладывать в соцсети. Да, это все время обсуждаемая в нашем обществе тема и особо как бы тайн, секретов и таких запретных тем в ней нет. Ой, так это... Куда, 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 куда? Все, да? Какие нарративы мы вообще выносим в последнее время именно в обществе? То есть у нас нет такого, что русский язык — это зло, русский язык — это плохо, от него надо отказываться. Нет, он есть, он был, и, скорее всего, он будет еще, я не знаю, сколько лет. Я представитель того поколения, который застал те времена, когда два казаха разговаривают в общественном транспорте на казахском, и это плохо. Их за это могут оскорбить, их за это могут отпугать, их за это могут, там, не знаю, еще хуже. Потому что тем, кто не знает казахский, всегда казалось, что казахи, говорящие между собой на казахском, делают это только для того, чтобы говорить плохо о тех, кто не знает казахского. Ну, то есть шифруются между собой. Но я также еще и то поколение, которое застало бабушек на лавочке, которые говорили моему отцу, «А почему ты с ребенком на казахском разговариваешь?» Ты как бы портишь ребенку будущее. Ты не учишь своего ребенка русскому языку. Это плохо. Как твой ребенок в будущем будет жить? Он же без русского языка не выживет. Ты почему не даешь ему этот инструмент? Ну, на что мой папа отвечал. Ну, я надеюсь, к тому времени, когда мой ребенок вырастет, потребность в русском языке отпадет. Чем еще больше злил этих самых бабушек. Но, как видно, потребность не отпала. Я владею русским языком на очень-очень-очень хорошем уровне. И казахским тоже. Я училась в казахской школе, я закончила филологический факультет и владею двумя языками на одинаковом уровне. И нет нарратива такого, чтобы отказаться от русского языка. Но отказаться в каком-то плане нужно. Я всегда выступаю за то, и на всех уровнях, где я только могу быть услышана, и другие мои коллеги, мы говорим о том, что от русского языка нужно отказываться на уровне государственных органов. Потому что на данный момент все месседжи, исходящие от государственных органов в Казахстане, начиная от законов и законодательных нормативных актов до пресс-релизов государственных органов, на 85% изначально пишутся на русском языке. И после этого переводятся на казахский. И тут возникает такая проблема, что в последние поколения люди 30 минус особо русским языком на должном уровне не владеют. И от этого возникает такая проблема, что все государственные органы, органы местного самоуправления, органы правительственные, исполнительные, ну все держат у себя в штате переводчиков. Переводчиков — это очень такое парадоксальное явление, когда месседжи исходят на русском, проходят все этапы утверждения на русском, и только потом, когда уже все утверждено, это переводится на казахский язык и отправляется в народ. И все вынуждены держать в штате переводчика. То есть кто такой переводчик? Это человек, как минимум, с филологическим образованием. А кто у нас идет на филфак? На филфак городские дети не идут. На филфак идет молодежь больше из сельской местности, больше на 80-85% на филфак идут дети из сел. Они русским языком на должном уровне не владеют. И они не успевают им овладевать за эти 4 года филфака, не успевают на том уровне, чтобы делать правильные, качественные переводы. И вследствие чего эти же самые месседжи от государственных органов, эти же самые законы, эти же самые что-то от молодых переводчиков получаются кривыми, корявыми, неправильными, с кучей ошибок. Даже если они на казахском грамматически и стилистически правильно составлены, то посыл в них совершенно иногда бывает другой от оригинального текста, потому что они просто русский язык не знают. Да, это реалии. Они знают, они на нем говорят, но они его не так хорошо знают. Ни синтаксически, ни морфологически, ни пунктуацию какую-то, ни какие-то там стилистические моменты, они не знают. Поэтому у нас появляются вот такие вот разночтения. У нас очень много законов, из-за которых в последнее время в обществе были скандалы, не то, что скандалы, какие-то вот моменты казусные, которые возникали из-за того, что человек не понимал какие-то моменты закона на казахском языке. Все потому, что этот закон был написан на русском, и его перевели на казахском, и где-то есть трудности перевода. Нигде-то, очень много моментов в каждом законе неправильно переведенных. Это все подталкивает нас, вот эти вот моменты, все подталкивает нас говорить о том, что от русского языка на таком уровне отказываться уже, наверное, пора. То есть пишите на казахском, пишите на казахском и попробуйте переводить на русский. Будет, наверное, как бы более как-то справедливо, может быть, на наш взгляд. И отказываться от русского языка в плане бытовой жизни – это невозможно. Это понимаем, то есть мы от этого, этого никто не требует, но при этом мы хотим, чтобы в народ пошел, как бы мы хотим отказаться от того нарратива, что без русского языка ты не выживешь. Чтобы вот этот нарратив от нас отстал. Что без знания русского языка ты в этой стране никто. Мы были, да, очень много семей, практически два поколения, может быть, даже три, да, в каких-то семьях, были вынуждены отдавать детей в русские школы, потому что сами, когда-то приехав из села, были вынуждены скитаться без работы, потому что они знают русского языка, но это, наверное, было во всех странах. И сейчас хочется, чтобы вот этого именно нарратива, что не зная русского, ты никто, и ты должен отдать ребенка в русскую школу, чтобы он потом стал человеком. Ну не 70-е годы прошлого века, уже как бы ситуация должна была бы измениться. Но до сих пор у нас открываются двуязычные школы, причем в тех самых районах и микрорайонах, где 99% населения — это казахи. Есть микрорайон, где проживают 2000 семей, из них 20 русские по этносу, и там была открыта школа двуязычная. Тоже очень такой парадоксальный момент. Нарративы, которые мы хотим, то есть чтобы были в обществе, что казахский язык государственный, он идет первый, при том, что русский язык конституционно у нас официальный, но казахский язык должен идти первым. Да, русский есть, он будет, но казахский он должен идти первым. Казахстан, государственный язык казахский, и он должен быть первым просто. Так, все. Что для этого? А, можно вот задать, я задам вопрос коллегам из стран Центральной Азии. Ваша конституция на каком языке была написана? На русском. И поправок в конституцию, ситуацию не изменил. Там тоже эти изменения и парбарки сначала были написаны на русском, а потом оно все переведено на казахский. И там есть ужасные разночтения. Вот недавно не зарегистрировали кандидата, потому что он прочел конституцию на казахском, пытался аргументировать именно этой статьей, а как оказалось, эта статья была неправильно переведена на казахский язык. Очень такая вот курьезная ситуация была. И хотя бы на эти вот такие вот моменты мы повлиять особо, наверное, не можем, потому что это на другом уровне все решается. И все эти недочеты в законодательстве, которые делались в течение 30 с лишним лет, теперь все это, чтобы исправить, нужно очень-очень много времени и очень-очень много денег. То есть никто на это сейчас не решится. Возможно, какие-то там новые подзаконные акты, может быть, какие-то новые маленькие такие нормативные документы будут писаться, но особо исправить все, что было испорчено до этого, никто сейчас не возьмется. И хотя бы в обществе, что требуется, чего хотят люди, это элементарно получать услуги на казахском. Это ты пришел в банк, ты можешь обратиться к оператору, к менеджеру на казахском, и он тебе ответит. Ты пришел на заправку, ты пришел в магазин, ты пришел хоть куда, и тебе просто ответят на казахском. Ты попросил бланки на казахском, тебе их предоставили. Это как бы особо несложно, это все должно быть на таком уровне по умолчанию, но мы за это до сих пор боремся. Хотя формально, конечно, все это есть, бланки эти в банках есть, но они такого качества текста, что лучше использовать русский. Мы опять же приходим к тому, что мы вынуждены прибегать к русскому языку, потому что эти бланки, они вообще непонятны. Мы хотим смотреть кино на казахском. В этом плане у меня, в следующем слайде расскажу, у нас как бы есть сдвиги, у нас кино на казахском у нас есть, то есть все эти голливудские фильмы, они все на казахском, ну не все приходит на казахском, но опять же есть проблемы со стороны бизнеса. В prime time на сеанс на казахском языке практически невозможно попасть. В крупных торговых центрах, находящихся в центре города, поблизости к работе, к школе или каким-то там, ну вообще вот в жизни, в той такой, в центральной части, где жизнь кипит, попасть на сеансы в prime time, такое в хорошее время невозможно. Это или утром в 10 часов стоит сеанс на казахском, или в 2 часа, или там в час, ну не знаю, может в обед сбегать в кино посмотреть. Сеансы на казахском в основном идут в таких пригородных торговых центрах, которые вот на окраине, я иногда даже шучу, что это, они, наверное, считают, что там резервация казахов, и они все будут туда ходить смотреть кино на казахском. Хотя кино есть, это делается, конечно, за очень-очень большие деньги, переводы голливудских фильмов, они очень дороги, но до зрителя они практически не доходят. Ну не получается у нас как-то вот оторваться, вырваться, сходить в кино. Это очень плохо, что из 12-14 сеансов в одном кинотеатре только один сеанс на казахском языке, и то в 10 часов утра. Это очень неудобно. И меню на казахском языке – это вот то, что в последнее время очень болезненно, актуально воспринимается, что вот ты пришел в место общественного питания, и ты просто не можешь получить меню на казахском языке. В большинстве точек меню всегда на русском. Есть люди, которые просто мирно этого просят, есть владельцы кафе, кафе-ресторанов, которые соглашаются с этим, извиняются и уже принимают какие-то активные действия в этом направлении. То есть это не так дорого, это не так затратно, сделать меню на казахском языке, распечатать и положить на стол. Это копейки по сравнению с той репетуацией, которую ты теряешь. Как это было месяц назад, чуть больше месяца назад, ребята после митинга пошли в кафе, и там их сначала не хотели принимать, потому что они после митинга пришли с плакатами, лозунгами, а потом, когда они еще и попросили меню на казахском, в общем, назвали их фашистами и нацистами. Это был такой громкий очень скандал. И все вот это вот, когда просишь услуги на казахском, когда просишь меню на казахском, все это называется в обществе, все воспринимается одним словом хайп. Ну, вы хайпуете. То есть попросила что-то на казахском, ты хайпуешь, ты пытаешься там словить меня на хайпе или что-то такое. Да, есть личности, которые действительно хайпуют. Ну, это очень громкие, скандальные личности, которые вообще вот только вот, наверное, только этим и живут, что везде вот ходят с камерой такой, давай говори со мной на казахском, хоть где. Это не очень хорошо. Это не добавляет уважения к казахскому языку, это не добавляет уважения к казахам. Ну, как бы воспринимается, вот опять же идет, вот все вы такие, да. И уже следующий человек, который просто придет, скажет, уважаемый, предоставьте мне, пожалуйста, документ на казахском языке, он будет восприниматься точно такой же. Поэтому здесь вот такая должна быть тактика, что ты вежливо, тихо, мирно делаешь какое-то вот такое движение, как один мой коллега, очень уважаемый человек, он вот так вот пришел в ресторан, кафе, попросил меню на казахском, нету, он говорит, знаете, я вот в следующий раз приду, и в следующий раз мне бы хотелось увидеть меню на казахском. Хорошо, спасибо. В следующий раз пришел, есть меню? Ой, какие вы молодцы, спасибо вам за уважение, спасибо. Нет меню? Ну, давайте тогда я в третий раз приду, и надеюсь, у вас уже будет меню. То есть нормальные сознательные владельцы, конечно, они уже сделают какие-то выводы и действия. И в этом плане, в этом вопросе вообще хайпу на самом деле места нет, но оно пока еще у нас есть. И даже один наш очень уважаемый государственный чиновник как-то назвал вот это проявлением пещерного национализма. И вот этот вот хайп, он попытки установления нашего фундаментального, как гражданина Казахстана и казахов, нашего права, превращает уже действительно в проявление вот этого пещерного национализма, как он выразился. Очень долго мы рефлексировали вот по поводу этого высказывания прям очень сильно, но все равно активности какие-то, действия все равно не прекратились, и результаты уже в этом плане есть. По поводу кино, на сегодняшний день свыше 40 фильмов переведено на казахский язык, они все прошли на большом экране. Это были еще когда-то далекие, 2000-е, да, в 2000-м это были тачки, мультик, и вот с тех пор это последний вот фильм, это недавно прошел «Аватар. Путь воды», который посмотрели на большом экране 42 тысячи человек на казахском языке. сопоставить с количеством населения в Казахстане 19 миллионов человек, из которых какой-то определенный процент казахоговорящих, как минимум 50 казахоговорящих, и вот такая вот цифра. Это не потому, что казахи не хотят идти в кино, это потому, что казахам не дают смотреть кино в то время, когда им удобно. То есть или ты идешь в полночь на сеанс, или ты идешь в 10 часов утра на сеанс, но никак не сразу после работы не получится. Не хочешь, иди на русский язык, на сеанс на русском языке. При этом кассовые сборы — это 69 миллионов тенге. До сих пор у нас бизнес не признает, что предоставление услуг на казахском языке — это выгодно. На самом деле это выгодно. И опять же вот здесь возникает такой вопрос. Тебе дают смотреть на русском? Ну и смотри, ну и что ты выпендриваешься? Ну и что ты требуешь что-то? Ну и что ты? Ну какая тебе разница, на каком языке смотреть? И вот этот вот нарратив, какая тебе разница, на каком языке смотреть, на каком языке читать, на каком языке учиться, на каком языке получать информацию, на каком языке читать законы, вот это вот у нас до сих пор есть. И на всех уровнях. И на уровне бизнеса, и на уровне государства, и на уровне общества. Ну какая вам разница? Вы же знаете русский. Ну вот и пользуйтесь. И не требуйте ничего. Отстаньте от нас. Возвращаясь к теме меню, недавно вот мои друзья запустили такую инициативу, ну я вот ихний аккаунт в инстаграм, он называется «Казахша сфарма». То есть есть ли у вас что-то на казахском. И они провели такой небольшой марш-бросок, прошлись по кафешкам, по ресторанам, и вот только 19% из тех кафе, которые они обошли, имеют меню на казахском языке, могут предоставить посетителям меню на казахском языке. Остальные не могут. То есть они не позаботились об этом. Для них опять же вот этот нарратив, да какая тебе разница, ну ты же понимаешь на русском, вот и читай на русском, что-то прям так все еще актуален. И вот возвращаясь к тому разговору, что просить требовать надо только вежливо, вот пример этой вежливости показали ребята из инициативы «Казахша ЖАЗ», которые за где-то года два, наверное, буквально заставили очень много компаний, очень много представителей бизнеса вести свои социальные сети хотя бы на двух языках, сделать казахские версии своих мобильных приложений. Они заставили, буквально заставили самый крупный банк в Казахстане запустить приложение на казахском языке. У них есть свой кодекс поведения, который мы всегда вежливы, мы всегда обращаемся только на «вы», мы не требуем, мы просим «уважаемые», а почему у вас нет на казахском языке? Пожалуйста, пусть у вас в следующий раз будет пост на казахском языке. Мы бы тоже хотели получать информацию о вашем бизнесе, мы бы тоже хотели получать информацию о каких-то действиях, которые вы делаете. «Пожалуйста, дайте мне тоже информацию на моем языке». И вот так вот они, очень много было фирм, очень много компаний, очень много представителей бизнеса, которые действительно запустили у себя на страницах двуязычный контент, который у них до этого был только на русском языке. И вот уже 2,5 года, как начался процесс перевода и 2 года, как запущено мобильное приложение на казахском языке самого крупного банка. И оно до сих пор доделывается, потому что добавляются новые услуги, но процесс есть, приложение есть, версия на казахском языке есть. И это вот услуга действительно ребят из этой инициативы. И вот опять возвращаясь к тому моменту, что какая тебе разница, на каком языке учиться, на каком языке читать и на каком языке получать информацию, это уже на государственные деньги. В Казахстане был проект, они переводили 100 учебников мировых, 100 мировых изданий разных, разных очень сфер гуманитарного образования на казахский язык. Это был государственный проект. И сейчас идет перевод курсеры на казахский язык, это уже за счет средств фонда народу Казахстана, который был сформирован после прошлогодних трагических событий. Это вот то, когда как-то дозированно казахоговорящему человеку предоставляется возможность получать образование, не сказать, что целое такое образование, а получать хоть какие-то кусочки из мирового образовательного фонда знаний на своем родном языке, не прибегая к учебникам на русском языке. Хотя мы все, и мое поколение, и 2-3 поколения после нас, молодых, наверное, до 30-25 лет, все в УЗИ, все казахское отделение всегда занимается только тем, что все время переводят. Потому что они переводят и переводят, потому что учебников на казахском нет, есть только на русском. А сдавать все эти СРСы и курсовые работы нужно на казахском, а информации нет. И вот предоставляют такую небольшую возможность. И что я лично делаю, наше издательство, мы переводим художественную литературу, ну и другую там мотивацию, может быть, какую-то деловую литературу иногда, на казахский язык с языка оригинала. Это тоже ответ на тот нарратив, когда говорят, ну какая разница, есть же на русском, читайте, что вы на это тратитесь. Это мы слышали на протяжении полугода, когда мы анонсировали проект перевода романа Джоан Роулинг на казахский язык. Нам все говорили, господи, вон в меломане стоит, там два издания на русском языке, два варианта перевода, читать не хочу. Чего вы на это тратитесь? Чего вы на это вкладываетесь? Кто это будет читать? Все уже перечитали, дочитали, начитались этим Гарри Поттером на русском языке. Никому это не нужно. Ну как оказалось, это нужно на данный момент, только в розничной торговле продано больше 10 тысяч экземпляров. Сейчас есть все 7 томов, ну и другая тоже литература. Это к тому, что вот мы ходим по библиотекам, проводим встречи, ивенты какие-то в библиотеках, или просто ходим в библиотеки, смотреть что-то. И мы видим вот всю популярную мировую литературу на русском языке, тот же самый Гарри Поттер, на самых доступных полках, и в очень потрепанном виде. Почему? Потому что на них есть спрос. Спрос есть на саму историю. Спрос есть на самого Гарри Поттера. Приходит ребенок в библиотеку, он видит книгу на русском языке, ему очень хочется прочитать про Гарри Поттера, он читает на русском языке, потому что у него не было выбора. И все то же самое, и мы тоже очень хотим посмотреть кино, но у нас нет выбора, мы смотрим на русском. Очень хотим прочитать какую-то другую историю, у нас нет выбора, мы читаем на русском. Мы хотим защитить свои права, мы обращаемся к какому-нибудь законодательному акту, мы в нем запутались, у нас появляются разночтения, у нас нет выбора, мы идем, читаем его вариант на русском языке. Наши журналисты получают пресс-релизы от государственных органов, они не могут не то что написать материал по этому пресс-релизу, они его просто тупо не понимают, потому что он коряво переведен. И у нас опять нет выбора, мы обращаемся к варианту на русском языке. У нас сейчас нет такого, что русский язык у нас не нужен, русский язык у нас как бы не в почете или уже нет в нем необходимости. Нет, мы все еще, все еще на 32-м, на 33-м году независимости, мы все еще зависимы от русского языка. А вот этот вот первый слайд у меня был, 2023 год, это год русского языка в СНГ, почему-то, да, я переварновалась и не обратила на, как бы не зациклила на этом внимания, но, да, позвольте вас поздравить, у нас сейчас год русского языка. Спасибо за внимание. Ну, еще, да, совсем забыла. Не знаю, как обстоят дела вот у коллег из других стран Центральной Азии. У нас казахский язык сейчас очень сильно страдает от влияния русского языка, очень сильно. У нас порушились все такие наши нативные грамматические категории, все наши морфологические категории, все наши стилистические какие-то моменты, они все сейчас очень сильно рушатся, потому что, вот опять же, этот вынужденный перевод, он очень сильно, очень плохо влияет на казахский язык. Казахский язык становится буквально стопроцентной калькой русского языка. Он теряет всю самобытность, он теряет то, что ему было присуще изначально, он становится просто... Мы сейчас, не побоюсь этого слова, мы сейчас пишем казахскими словами на русском языке, потому что это все грамматика русского языка. Она почему-то очень сильно влияет, и опять же, это, вот как было сказано, я вначале сказала, что те, которые не знают русский язык, те, которые не знают казахский язык, это все как-то вот испортили. Вопросы? Здравствуйте. Я из Кыргызстана, журналистка, и я недавно проводила исследование тоже по поводу кыргызского языка. У нас 64% школ обучают детей на кыргызском языке, однако большинство вузов ведут занятия на русском. И у выпускников, окончивших школу на кыргызском языке, есть, получается, меньше шансов получить качественное образование из-за языкового барьера. Кроме этого, в Кыргызстане 100% объявлений на самых крупных сайтах по поиску работы все на русском языке. И получить высокооплачиваемую работу в Кыргызстане без русского языка очень сложно. Но при этом в Кыргызстане с каждым годом увеличивается количество кыргызских школ, но вузы и работодатели продолжают требовать знания русского языка. И у меня такой вопрос. Такая же ситуация есть и в других странах Центральной Азии, вот в Казахстане. И каким вы видите решение этой проблемы? Ну, формально. Формально у нас в Казахстане такого официального требования знания русского языка при приеме на работу как бы не прописывается, но все подразумевается. Требования знания казахского языка, да, это обязательно. Официально у нас 100% государственных служащих владеют казахским языком. Они все прошли тестирование, у них всех есть сертификаты на руках, что они владеют казахским языком на должном уровне, соответствующем занимаемой должности. Но на деле на самом деле это не так. По статистике вузы, насколько я знаю, у нас русскоязычных групп, то есть групп обучающих на русском языке чуть меньше, чем казахских. Но хотя школ тоже меньше с обучением на русском языке, на самом деле их меньше, но последние несколько лет действительно становится чисто с русским обучением школы не открываются, открываются смешанные на русском и казахском языках. При приеме на работу без знания русского языка возникают очень большие проблемы. Опять же, это проблемы с получением информации, проблемы с интерпретацией этой информации, проблемы с той же работой с документами, с законами, с нормативными какими-то актами. хотя я вот, например, как сказать, в своей жизни при нескольких ситуациях, когда я сталкивалась с представителями правоохранительных органов и судебной системы, все были казахи и казахоязычные, но в основном вся работа велась на русском языке. Почему? Потому что, опять же, риск возникновения разночтений, риск проблемы при интерпретации каких-то документов и законов. Эта вся проблема есть, ее отрицать тоже не можем. У меня один комментарий и один вопрос. То есть, комментарий в том плане, что мне так кажется, то есть, когда мы говорим о языке, на разных языках, мы немного путаем понятия, потому что, когда мы видим, что государство не функционирует, как это есть, это не проблема языка, это не проблема колонизации, это больше проблема функционирования государства полноценного. Если вы говорите, что государственные служащие не могут писать, то есть, на, скажем, казахском языке и это полагать, это не проблема, значит, колонизации, это проблема функционирования государства. Это, то есть, комментарий. А вот вопрос у меня такой, значит, вот контент, по которому вы говорите, вот содержание, то есть, я сам из Узбекистана, даже в советское время многие фильмы, вот люди, которые, то есть моего поколения, многие фильмы советские мы смотрели на узбекском языке. И мы. И это было намного интереснее до сих пор, да, «Кавказская пленница», «Иван Васильевич», то есть для нас это все на узбекском языке намного ближе. Поэтому, то есть вопрос такой. Мне так кажется, деколонизация – это не столько вопрос языка, сколько вопрос контента. Вы предлагаете, значит, перевозить западный контент на казахский язык, но неправильно ли было бы, значит, говорить о том, что национальный контент должен создаваться на казахском языке, нежели просто перевозить, потому что тогда вы из русского контента просто переходите в западный контент и переводите его на казахский язык. Какая разница? По первому комментарию тоже можно? Да, спасибо большое. Я тоже хочу сказать комментарии. То есть это, да, проблема функционирования государственного аппарата, но в котором пока еще нет вот такого деколониального, деколонизационного сознания. То есть как бы там рулит всем привычка. Все привыкли писать на русском, все так до сих пор и пишут. То есть там действительно, действительно все это привычка. Второй вопрос по контенту. О создании контента на казахском языке я здесь как-то действительно, оказывается, вообще ничего не отметила. Контент на казахском языке, он всегда создается. Хотя с кино-контентом на казахском языке у нас есть небольшие проблемы. Там всегда люди говорят, то есть персонажи всегда говорят то на русском, то на казахском. Там в одной семье мама может говорить вообще только на русском, папа на казахском. Ну то есть такой смешанный контент именно в плане кино. Фильмы, советский период, фильмы, да, и у нас тоже, и мы и служебный роман смотрели на казахском языке, и «Любовь и голуби» смотрели на казахском, и очень много таких фильмов. Здесь речь была о том, что западный контент, он все равно будет манить. Западный контент, западная литература, западные фильмы, западные, что там, там, западные какие-то статьи, да, западные знания, оно все равно, то есть без них закрыться и говорить, что «Ой, нет, я не буду читать западную литературу, я буду только читать казахскую литературу», этого никогда не будет. И это было бы неправильно. Этот контент в нашей жизни будет, и он должен быть. И он должен быть уже или на казахском, или у нас просто должен быть такой уровень знания образования населения, когда мы сможем потреблять этот контент на их языке. Что опять же так приведет к тому, что на казахском говорить станут меньше. Я не призываю к национализму и изоляции. Я просто говорю, что основа колонизации не может быть просто перевод с иностранного контента. Основа деколонизации должна лежать в создании местного контента. Местный контент создается, но в моем понимании предоставить человеку выбор, потреблять тот контент, который он хочет на своем родном языке, это тоже одна из основ деколонизации. Не навязывать ему другой язык. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Эльфуза, я из Узбекистана, юрист по правам человека. То, что вы говорили, на самом деле очень созвучно с тем, что происходит в Узбекистане. Сегодня опубликовали новый текст Конституции, который у нас, референдум пройдет 30 апреля. Мы ждем, сейчас читаем тоже Конституцию. У нас в 2021 году переиздали закон о государственном языке, и статья 10 говорит о том, что дело производства в государственных органах проходит только на узбекском языке. И с тех пор у нас огромные проблемы, потому что все пишется на узбекском языке. Мы знаем, что государственные органы работают сначала на русском языке, но как гражданскому обществу, экспертам и так далее, этот язык нам не передается. Я сама являюсь в сенатской рабочей группе по одному законопроекту о гендерном насилии, и мы видим, что нам законопроекты на русском языке не дают. Те эксперты, которые не говорят на узбекском языке, у нас даже есть узбеки, которые не говорят совершенно на узбекском языке, они прочитать из-за закон, анализировать не смогут. Мы когда просим, они говорят, нет, мы исключительно вам должны на узбекском языке. Есть законы об ННО, которые очень важны для работы, они тоже исключительно на узбекском языке, соответственно, на русском нету, и люди даже не могут знать, как вообще это происходит. То есть у нас идет очень сильное деление тех, кто знает русский язык, особенно, как вы говорите, 30+, они уже не знают узбекского языка так хорошо, тем более они не знают латинского узбекского языка, потому что до этого у нас на кирилльском языке писалось. Теперь получается 35-40+, читают на кириллице, а у нас госязык, у нас все делается, либо на кирилльском, либо на латинском. То есть у нас такая путаница с этим языком происходит, что мы сами, честно говоря, не особо понимаем, как получать эту информацию достоверно. Теперь другой вопрос у нас встает в том, что помимо латиницы, кириллицы, русский, узбекский, у нас есть закон об обращении граждан, который говорит, на каком языке вы написали, на таком должны вам дать ответ. Написали на иврите, вам на иврите должны дать ответ. Но, к сожалению, это тоже не работает. Пишешь на английском, на русском, whatever, тебе дают ответ на узбекском языке. Все. И ты хоть понял, не понял, то же самое происходит в судебной системе. Хотя процессуальные кодексы говорят, что судебный процесс – язык тот, на котором говорит большинство. То есть на русском тоже можно вести. Но судья не говорит на русском языке, и приходится опять-таки с кармана оплачивать вот эти процессы. Теперь у нас вопрос мой заключается в том, что у нас, например, происходит очень большой диссонанс в общественном пространстве, потому что люди, кто сотрудничает с госорганами, начинают давить на то, чтобы все должно быть на русском, или хотя бы какая-то часть информации должна быть на русском языке. Большая масса, которые говорят на узбекском языке, у нас их много, они говорят, нет, идите вы со своим русским языком, он нигде не закреплен, он не является ни официальным, он не является ни рабочим, он никаким языком не является. То есть нужно вычленять. И получается, что у нас сейчас в обществе такой есть клэш между узбекоговорящими и русскоговорящими. Тут уже национальность не играет, потому что есть узбеки, опять-таки, которые не говорят на узбекском языке. Видите ли вы такие тенденции у вас? Что вы можете предложить? Потому что узбекский контент у нас тоже развивается, но опять-таки у нас идет вот такой клэш. Спасибо. У нас, наверное, такой ситуации, вот такой кардинальной, да, такой крайности у нас, наверное, не будет, потому что у нас все-таки конституционно прикреплен статус русского языка, как официального языка. Мы лишь за то, чтобы вот, то есть, ну вот как в вашем случае, да, на обсуждение дается текст закона на узбекском языке. Да, на обсуждение, как бы добиваемся того, что на обсуждение дается текст закона, написанный на казахском языке. Если есть в составе рабочей группы или общественности люди, которые не понимают казахский язык, да, пожалуйста, предоставьте вариант на русском языке, ну, переведенный с казахского, потому что хотя бы попробовать написать один из закон на казахском языке. Очень такой, наверное, такой триггерный момент, да, для галочки в своем таком самосознании написать один закон на казахском языке. Очень было бы хорошее достижение. Здравствуйте, я Саудат Умарова, исследователь из Университета мировой экономики и дипломатии. У меня встает вопрос, мне интересна ситуация в Казахстане, в Узбекистане, очень много частного образования на русском языке. То есть, можно сказать, что 95%... Так и есть, потому что, да, больше, больше процентов информации, больше процентов знаний, он все равно пока еще на русском языке. Хотя, то есть, обеспеченность учебниками, учебниками, учебными пособиями, учебными материалами на двух языках, она стопроцентная, в этом нет никаких проблем. С прессой никаких проблем, есть и на том языке, и на другом. Есть телевидение, какое хочешь, да, в интернете, да, по контенту есть немножко такая, очень... не то, что немножко, да, очень большая разница. очень мало у нас детского контента на казахском языке, именно детского, то есть для детей. Есть только один канал именно для детей с контентом, направленным на... для детей до 12 лет. Балапан. Там, да, только на казахском языке, но он иногда проигрывает в конкуренции с тем же самым картун-нетворк, там, что там, с Машей и Медведем. Очень сильно проигрывает. Почему-то дети залипают именно на Машу и Медведя, но не на казахские мультики. Такая проблема есть, поэтому, да, контент, только контент, он действительно, только контент решает проблемы. В этом плане хоть государство делает, частные лица делают, очень много издательств, которые занимаются именно изданием контента на казахском языке, но с массой на русском языке мы, конечно, конкурировать сейчас не можем. То есть даже в плане тиражей. То есть какими тиражами издаются книги на русском языке и какими тиражами издаются на казахском языке. У нас единовременный тираж в 10-15, ну 20 тысяч максимум это потолок. Это то, что за один раз могут позволить себе издательство, как бы, и то эта масса, она будет стоять и держать склад. И вот единственное, я хотела добавить от имени Узбекистана, что мне сейчас передали, что первая конституция все-таки была написана узбекскими в тот момент, когда латиницы еще не было. Ну это классно. Нам об этом вот... Нам не так повезло. Видите? Ну и по латинице тоже у нас сейчас ведутся разработки по переходу казахского языка на графику, основанную на латинском алфавите. Очень много проблем, учитывая то, что проблемы возникают в основном с взаимствованными словами. То есть как мы их будем писать на новой графике, какие будут правила орфографии, какие будут правила орфоэпи. То есть все это очень большие разработки, пока нам общественности каких-то вот таких видимых результатов ученые не показали. Они нам иногда предоставляют какие-то примеры графики. Вот, пожалуйста, обсудите. Общественность ни одну из их представленных алфавитов не приняла. И они все еще дальше работают. Как бы у нас намечен 2025 год, как переход на латиницу, но пока еще такой вопрос открыт, и ничего пока конкретно неизвестно. И как все это будет идти, как все это будет продвигаться, какие будут, вообще что будет в обществе происходить после того, как мы перейдем на латиницу, тоже пока еще не ясно. Назголь, спасибо большое за вашу презентацию. И выступление очень крутое. Продвигая, например, свой национальный язык, сохраняя свою национальную культуру и традицию. Но при этом еще нужно же как-то кооперировать с другими государствами. То есть все равно нужны какие-то языки. Как быть в таком случае? Ну, спасибо. Я в самом начале сказала, что никто не призывает за отказ от русского языка. То есть он всегда был на международном уровне, на том же вот... Ну, тоже сейчас, да, вот три-четыре страны Центральной Азии мы сейчас между собой говорим на русском языке. Он был, он есть, и он всегда будет. Но именно в каждом национальном обществе у человека, рожденном именно в этом обществе, у рожденного, все-таки должно быть право. И язык... То есть если будем говорить с точки зрения того, что язык нужен только на территории Казахстана, и за территорией Казахстана мы все время говорим на русском, на китайском, на английском или на каком-то другом, то зачем нам нужен наш язык? Только ради того, чтобы я с ним говорила там с мамой, бабушкой или еще кем-то. Получается какой-то вот такой замкнутый круг. Зачем он нам нужен? Зачем нам нужен тот язык? Зачем нам нужен этот язык? Или просто получается как-то вот целесообразнее, да, вот это вот все смести и выбрать вообще для всего мира только один язык. Может так? Насколько с вашего позволения можно как раз таки? Проблема, наверное, общая, знакомая. Я хотела бы... Спасибо большое. Первый вопрос, что... Первый вопрос, что нет людей грамотно пишущих, нет людей проводящих исследования. Опять же, эта проблема в том, что эти же люди обучаются на казахских отделениях, своих факультетов. Но весь учебный материал у них на русском языке. То есть у них не получается вот этой практики написания текстов, написания каких-то... Даже если они сдают эту работу на казахском языке, они сдают не написанную работу на казахском языке, они сдают криво, косо, сделанный, скомпилированный перевод с русского... с русских... с источников на русском языке. То есть практики как таковое у них опять же не получается. Это опять же проблема вот контента. По вопросу по 100 учебникам, там было вот... То есть как бы... Когда избирали эти книги, не думали, что проект действительно на самом деле закончится. Когда начался отбор книг, там были тысячные-тысячные списки, и начинали переводить, вот просто вот брали и переводили в расчете на то, что так сейчас этот, потом тот, потом тот, 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 а проект взяли и свернули. И осталось то, что осталось на самом деле. И можно вот по второму вопросу у вас? Как быть тем, кто говорит... Нет, у нас, на самом деле, я как бы до сих пор вот в Казахстане, да, в казахском обществе, я не сталкивалась с тем, что тех, кто плохо говорит на казахском, унижают там как-то, что им как-то трудно с этим живется. Да, я уважаю, уважаю ваши старания, я уважаю ваше желание научиться казахскому языку. Я как бы не требую, но мне это нравится, что вы пытаетесь говорить со мной на моем языке. И я даже не знаю, что вот в этом плане, да, вот вы говорите, я пришла на заправку, я что-то сказала неправильно, меня засмеяли. И со мной такое бывало, где-то что-то там на русском, или там на уроках, на занятиях по русской литературе, или где-то там, когда коллеги, когда моя однокурсница моя сказала, она написала свои статьи, и потом весь факультет над ней три дня смеялся. Какие-то моменты, это все общественная наша жизнь, оно все всегда будет, и я лично для меня, лично, для моих знакомых, для моего окружения, вот этой вот проблемы, что ты плохо знаешь казахский язык, или ты хорошо знаешь казахский язык, такой проблемы нет. Я в силу своих, именно в силу своей профессии, наверное, я борюсь с теми, кто пишет на казахском, но неправильно. То есть я редактор, и я не поправляю не казахоязычных казахов, я поправляю казахоязычных казахов, которые где-то в своих текстах где-то накосячили, и пытаюсь донести, что грамматика – это, наверное, все. Можно у меня пару реплик есть? Не вопросы, а пару реплик, которые нельзя... И вот к вопросам о русских школах, я просто хочу от себя добавить в комментарии, что несколько школ, которые были открыты с начала этого учебного года, 2022-2023, они все были открыты в окраинных районах Алматы. Это наурзбайский район, это Алатауский, который далеко от центра. И очень большой процент учителей в этих школах с русским языком обучения, они казахи на самом деле. Это тоже такой вот какой-то... Не знаю, насколько это важный факт, но я для себя это отметила. Возможно, это тоже станет какой-то темой для исследований. То есть это те же самые молодые учителя, которые пошли получать образование на русском языке, стали учителями русского языка, литературы, математики на русском языке и так далее. От лица всех мы хотим вам выразить огромную благодарность за вашу колоссальную работу, которую вы выполняете каждый день. Для вас выступала Назгуль Кожабек. А если у вас еще останутся вопросы, то вы можете подойти в свободное время. У вас еще есть два дня. Подойти и сделать фотографию. Также можно продискусировать. Ну что ж, мы сейчас с вами отправляемся на кофе-брейк. И в 4 часа, пожалуйста, обратно возвращайтесь в зал. У нас будет наша крайняя дискуссия на сегодняшний день. Продолжение следует...